здравствуйте уважаемые любители аквариумистики в этом видео мы покажем вам всю красоту весьма таки попсовой травы имя которой роталла хра и начнем с того что нивелируем ряд интернет глупостей об этом растении во-первых доподлинно непонятно происхождение роталла хра то ли это селекционный сорт то ли природная разновидность в этом плане даже мощный буржуйский дистрибьютор аквариумной травы тропика доподлинно не знает этого и пишет что скорее всего ротала хра это разновидность роталы ротундефолия и вроде как хра это название биотопа в деревушке зя лай в центральной части вьетнама где и было найдено это растение свете сказанного добавим что в семействе ротал есть много похожих красных растений ротала колората ротала мьянмар и их отличие минимальное наберите в яндекс картинках эти три травинки и вы даже сильно стараясь особой разницы ты и не увидите в принципе у ротал все так вот в чем существенное отличие роталы индики от роталы сингапурской кто подскажет во вторых более важное что хочется озвучить очень часто звучит что ротала хра является неприхотливым растением скажем прямо а вот хрен там ночевал такая ассоциация почему-то у кого-то родилась из-за сравнения хра с зеленой роталой ротундефолии последнее действительно можно отнести к несложным растениям оба растения действительно похоже строением стебля листа оба растения стелются распуская свои усища во все стороны но не более того ротала хра это требовательное растение очень часто в пабликах народ бьется над ее габитусом жалуясь на то что хра блеклая и драная в прошлогодней конкурсной работе фан-фишки под названием сонная лощина на заднем плане вы видите то как должна выглядеть хра ну и давайте ж наконец узнаем что для этого нужно и начнем с того что если у вас просто травник вы не заморочены светом параметрами воды и так далее роталу хра и же с ней людвигио супер ред не берите будут одни расстройства если вы не такой то знаете что как и любое другое растение хра любит слабо кислую среду то бишь ph kh ниже 7 подача углекислого газа он же co2 и регулярные качественные подмены воды но самое главное это интенсивность освещения интенсивность освещения понятие конечно растяжимая и индивидуальная в целом чтобы вырастить красную хра красотулечку необходимо это к 70 а то и 100 люмен на литр но многое зависит от высоты водного столба хардскейпа и растительной композиции в целом короче чем освещение ядернее тем лучше но как известно мощное освещение требует идеального баланса с другими составляющими травославной жизни часто многих аквариумистов постигает фиаско в этом плане рота лохра да и весь аквариум в целом от избытка освещения осыпает ксеном зеленым водорослевым налетом в результате чего растения стагнируют и куксятся совет со светом один практикуетесь работайте в комплексе по выше озвученным пунктом плюс учитывайте зону посадки и наращивайте большую массу растений в своем аквариуме 50 а то и 70 процентов аквариумного пространства должно быть отдано траве кроме того очень хорошо помогают от ксенококуса улитки неретины или теодоксус и о которых мы вам уже все уши наверно прожужжали далее что касается потребности ротала хра в железе об этом мы тоже не раз говорили и в предыдущих роликах в двух словах если ваша ротала не краснеет а везде написано что это из-за нехватки железа успокойтесь вдох выдох и после не лейте железо ведрами в свой аквариум железо как и калия должно быть просто в норме а вот излишки железа могут запросто привести к негативным факторам в виде водорослевой вспышки например в вопросе аквариумного железа более важен его источник если у вас разогнанный хороший такой травничек пользуйтесь глюконатом железа который например содержится в сикем айрон глюконат от сикем это вкусняшка для всех аквариумных растений единственное его нужно вносить дробно еженедельно либо через день если ваш аквариум спокойный и не форсированный лучше использовать более стабильные хелаты железа которые не так быстро распадаются как глюконат и которые не нужно вносить в перманентном ритуале с бубном такой хелат например содержится в тетра планта мин помимо железа планта мин содержит питательные вещества такие как калий и марганец которые обеспечивают здоровый и пышный рост растений благодаря формуле длительного действия питательные вещества которые входят состав тетра планта мин доступны растению в течение долгого времени железом разобрались делаем вывод передоз хуже чем недодоз поэтому едем дальше для того чтобы усилить красоту любого красного растения рекомендуем использовать светильники с некоторым количеством красных светодиодов это реально помогает под таким источником освещения красные оттенки будут более сочными что касается макрокомплекса то тут тоже самое правильно подобранная индивидуальная пропорция редфилда в купе с другими составляющими творит чудеса в некоторых источниках пишут что ротала хра сильнее краснеет при занижении нитратов ибн аля фосфатов ответственно заявляем это глупости завершим мой ролик вопросом стрижки ротала хра проблема с ротала и хра в том что это длинна стебелька и она нифига не растет вверх она ветвится в разные стороны и пускает свои отростки стараясь прижать их грунту и укорениться чтобы поддерживать пышный красный куст без проплешин его следует регулярно стричь два три раза в месяц например работая от переднего фронта к заднему и постепенно поднимаясь наверх при такой регулярной стрижки ротала хра будет красиво куститься без побледнений и проплешин внизу вырастить большой длинный красивый куст роталы хра более 20 сантиметров в высоту проблематично из-за выше указанных особенностей роста как вариант ее можно сажать на разных ярусах они в одной плоскости или например как в сонной лощине был сделан ход конем чтобы ротала была видна наверху в отражении водной глади за боковые камни были поставлены пластиковые бутылки с отрезанными горлышками в них насыпан грунт и посажены растения получились этакие хра вазончики которые никто не видит но при этом растение было удобно стричь держать форме и не нужно было его тянуть со дна 50 сантиметрового аквариума такие дела друзья всем сочный хра ура товарищи меня зовут печальный астронатус и с вами был первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru всем крутых красных растений и добра пузыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА